Немного неудачные спецэффекты, ну да ладно, всем здорово, давно вам хотел сказать одну вещь, у меня дома есть хомяк, хома поздоровайся с подписчиками, выходи, хомяк выходи, я хочу спать, я беру всю ночь, вот это милое прекрасное создание, не такое уж и милое по ночам, это вот этот вот маленький говнюк начинает бегать по колесу и не дает никому спать, да хома? В общем, к чему я про хомяк, сегодня я решил сделать для него сверх крутой дом, домик будет состоять из вот таких вот палочек для мороженого, мало кто знал, но это вообще не палочки для мороженого, я хотел всего лишь одну достать, это медицинский лор-шпатель, эти штуки явно нужны не для мороженого, скажи ооо, 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 в общем эти штуки нужны для мороженого, для того, чтобы использовать их в медицинских целях, можно конечно и не в медицинских, но чаще всего их используют в медицинских целях, в общем меньше слов, больше дела, приступаем делать, приступаем строить дом. Этот видеоролик будет делиться на две части, первая часть и вторая часть, сегодня на удивление будет первая часть и в этой первой части мы с вами попытаемся построить дом, немного не этот дом, это схема спинбола осталась, вот этот вот дом, дом. По сути в этом доме нет ничего особенного, за исключением того, что он очень-очень большой, но это только на первый взгляд, потому что под этим домом вскрывается очень много чего интересного, к примеру автоматически открывающиеся двери, ну или же пол с подогревом, или например лифт, эскалатор, автоматически открывающиеся окна и много что другое, нет, больше ничего нет, только вот это. Но это вы уже увидите во второй части этого видеоролика, ну а в первой части мы просто всё это построим, что тоже довольно неплохо. Первое с чего мы начнём строительство, это фундамент, берём 27 лор шпателей и аккуратно их раскладываем, при помощи термоклея и других палочек склеиваем наш будущий фундамент. Ну что ж, ребят, наконец-то мы всё-таки сделали этот забор, и таких заборов осталось ещё три. Что? Ну, прикольно же выглядит. Да, со стороны тупо, но вот с этой камерой очень даже неплохо. Так вот, ребят, делаем ещё несколько вот таких вот заборчиков и склеиваем их между собой. После того, как мы сделали заготовки для нашего фундамента, нам нужно сделать так, чтобы у них были прямые края. Чтобы сделать всё аккуратно и чётко, воспользуемся угольником. Ну а теперь, чтобы всё это отбилить, воспользуемся гравёром. Ну а так как домик очень большой, и делать его придётся очень-очень долго, мне потребуется помощник, который сможет мне помочь. Костик! Что? Короче, держи один забор, и тебе его нужно вот точно так же расчертить, ровно и аккуратно, и после чего по этой линии всё отпилить. Ты понял? Напилить, перечертить, вообще я не понял. Сделай точно такие же две линии по краям, чтобы вот этих вот, вот этих штук не было, и просто отпилить. Всё. Ну, чертить, отпилить. Понял. Искренне надеюсь, что Костик нас не подведёт. Ладно, пока он делает одну деталь, мы попытаемся успеть сделать три. Так, ну, в принципе, всё готово. Три детали абсолютно идеально сделаны, и осталось их скрепить. Костик! Сейчас, сейчас, сейчас. Держи. Костик, чё это за... такое вообще? Ты чё понаделал? Это чё, по-твоему, вот так должно выглядеть? Или чё, Костик, ты вообще что ли... Как ты её вообще делал-то, а? А что не так? Ты спрашиваешь, что не так? Вот чё это такое? Ты зубами её обгрызал, что ли? Ничего не зубами, но знецами вообще-то. Не знаю, чё тебе не нравится. И вообще, мне кажется, ты преувеличиваешь. По-моему, ты загоняешься, всё идеально. Нет, спасибо, Костик, я лучше сам как-нибудь разберусь. Иди он, я не знаю, в Тетрис поиграй или ещё что-нибудь. За хомяком, и я сам разберу их, сделай. Я с хомяком разберусь. Если что-то помочь надо будет, заяви ещё раз. Я всегда готов, я здесь, я рядом. После того, как мы сделали фундамент, нам нужно переходить к следующему этапу. Ребят, вот это, типа, это вообще на самом деле смешно или нет? Да. Да. Ну ладно. В общем, мы переходим к следующему этапу, и нам нужно сделать пол, который будет располагаться на нашем фундаменте. Пол точно так же будет состоять из палочек. Но так как в целом виде мы не можем их состыковать, но если всё же состыкуем, то в нашем полу образуются вот такие вот дырочки. Я пришёл к выводу, что стоит обрезать вот эти вот круглые концы. И разделить эти палочки пополам. Тогда соединяем и получаем что-то похожее на кирпичики. Таким способом мы спрягаем дырочек к полу, и выглядит-то вроде как ничего так. Ну а так как дальше в строении дома нет ничего нового, я решил пропустить этот этап и сразу показать вам почти готовый дом. Да, ребят, вот такой вот маленький домик. По сравнению со мной. А вот по сравнению с хомяком, я думаю он очень большой. Кстати говоря, о хомяке. Почтите посмотрим, что он делает. Бегу, писать, 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 Ну что, Хома, ты готов посмотреть на свой новый домик? По-моему, он не очень хорошо понимает человеческий язык И он наверняка не понял, что я ему хотел сказать Ладно, пошлите, просто покажем ему то, что мы сделали Ну что, Кома, вот он, твой новый дом Кома, пошли сюда Пошли, ой Да, пока что не очень хорошо продумана вся вот эта вот техника безопасности Здесь пока что еще нет ни окон, ни дверей Абсолютно ничего Так что нашему хомяку это пока что еще не очень нравится Но ничего страшного Сейчас мы все доделаем и снова запустим тебя сюда Да? Ну а пока что возвращайся к себе в твой маленький, стремненький домик Мне кажется, вот этот маленький, стремненький домик ему почему-то нравится больше, чем то, что я для него сделал Подождите, он застрял? Ты что застрял? А я ему говорил, больше бегай, меньше ешь Он меня не слушал Ну а теперь снова разбираем домик и давайте попытаемся сделать в нем двери и окна Для этого в очередной раз воспользуемся гравером Ну что ж, ребят Все практически полностью готово, за исключением одной маленькой детали Нужно добавить заборчик, чтобы если что, наш хомяк просто-напросто не свалился, к примеру, с третьего этажа Достаточно неприятно будет Так что давайте все-таки позаботимся о нашем хомяке О моем хомяке Нашем Наконец-то мы подошли к концу нашего строительства и пора делать заселение Давай, Хома Зацени, что получилось Баттлжонни! По какому изучать домик? Я хочу сделать ему небольшой сюрприз на новоселье В общем, у нас здесь есть кроватка Холодильник Полочки Столик И вот такая вот маленькая полочка И то, как мы будем все это ставить в этот домик Вы увидите в следующем видеоролике про вот этот домик Он выйдет примерно через неделю, через две вот так Конкретно говорить не буду Могу сказать лишь то, что перед этим видеороликом выйдет еще несколько других И также хочу напомнить, что следующий видеоролик будет особенный Мы из этого домика сделаем умный дом Если у нас все получится Ну, во всяком случае, мы уже расчертили все технологии Уже продумали, как это все сделать Осталось только это внедрить Хома, ты счастлив? Не понимаю, Хомяков, почему они все время молчат? С ним пытаешься разговаривать И они ноль эмоций вообще Эх, хома, хома Неблагодарны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok